Всем здарова, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем крутить педали в соло выживании Stranded Alien Dawn с нашим главным и единственным героем Пафнутием. С прошлой серии прошло сколько тут, ну меньше 12 часов, там по-моему был вечер, и я взял на себя смелость за кадром построить этот пирс, просто потому что каждый раз ускорять этот процесс уже надоедает. Да и зачем на это смотреть, это же просто пирс, как говорится. Давайте отменим это все. Что у нас ты, сытый, отдохнувший и расслабленный? На момент третьего года, день 37, 9 часов утра, что мы с тобой имеем? Счастье телится в районе 40%. По здоровью незначительная боль, ограничено движение и работа, но это все последствия тяжелой астмы, неизлечимого хронического заболевания. По счастью, что у нас тут с тобой? Немного больно, это тоже из-за астмы, спал в просторной спальне, играл музыку, спал в удобной кровати, прилично поел, много развлечений, любимым занятием позанимался и кушал за столом. Прекрасное количество плюшек настроения у нас. Так, по одежде посмотрим, тут у нас что имеется? 50% от всего, холодостойкость и теплостойкость довольно посредственная, но что имеем, то имеем, по навыкам. Стройка на пятерочку, ремесло пятерочка, земледелие 4, лечение 2, интеллект 6 и физподготовка. 6. Хорошо. А что бы нам с тобой, Пафнутий, сделать в первую очередь? Куда бы направить твою бешеную энергию и высокие показатели? У нас еды, низкий запас на 3 дня всего. Ничего не приготовлено. Топлива осталось, кстати, мало. Это плохо. А что мы можем сделать с этим топливом-то? Хм. Давайте на обратном пути освободим вот эту вот ячейку от бальзама. Пускай он у нас на полу пока валяется. А сейчас мы с Пафнутием прогуляемся докуда? Куда бы ближе-то? Вот, наверное, сюда ближе. За вот этими вот месторождениями, да? Или все-таки сюда? Налево или направо? Ну давай, направо с тобой пойдем. Иди добывай. Вот это сразу тоже выделим. Лишним не будет. Нам нужно с тобой большое количество сплавов металла. Ох, хорош! Возможность исследования силовых ячеек. Давайте-ка глянем. Я баловался некоторыми продвинутыми самоделками. И смутно помню, как делаются силовые ячейки. Должна быть возможность исследовать их без образца. Ну чё ж, Пафнути, ты так долго молчал. Это же прекрасно. Силовые ячейки нам с тобой понадобятся. Мы сможем их производить. Давайте-ка глянем, из чего мы сможем их производить. Куда это добавилось? Вот сюда. Значит, 30 единиц сплавов металла и два цифровых процессора. Ничего себе! Но силовую ячейку мы сможем использовать для генераторов, по-моему. Которые дают электричество как раз вот из этих вот ячеек. Вот так вот этот силовой генератор называется. Производит соточку. И в принципе имеет место быть. Имеет место быть. Такой способ добычи электричества. А по сути... А, нет. Это невыгодно. Ребята, это нам невыгодно сейчас, по крайней мере. Потому что для крафта электричества нам, получается, нужен металл. А металл это для нас конечный ресурс. Нам проще выращивать зерно и делать из него топливо. Таким образом мы, по сути, выращиваем топливо. А металл мы вырастить не можем. Ну, по-моему, это очевидно, конечно. Сколько тут 70 единиц ты уже добыл? 70 у нас сплавов имеется. И-и-и-и-и хватает ли нам с тобой на еще один процессор? Да, вполне себе хватает. Да, дружище, нам хватает и кремния. Что там нам нужно было на автоматическую турель? Процессорное ядро и 50 единиц. А хватит ли нам с тобой на... К сожалению, нет. Металлолома на второй генератор нам с тобой не хватает. Ну, что же я тебе скажу. Вот этот план, конечно, хороший собрать вот это все дело. Добыть, то есть... Перенеси, пожалуйста, руду до дома. А что, ты вот эту не можешь перенести? Секундочку. Это кремний? Ну, перенеси... Руду. Кремний пока оставь здесь. Я что-то не заметил, что тут кремний в том числе валяется. Далее. Вот это вот скромное количество руды даст нам возможность с вами впоследствии его переплавить, естественно, и поставить две турельки. Ты давай, относи. Вот досюда, да, до дома. Собирай урожай гептогонии. Здесь я тебе пока что крестик поставлю. Чтобы игра не думала, что у нас полно ресурсов. И до вечера собирай урожай. Сэкономим время на готовке. Будем пить этот сироп. Я надеюсь, у тебя от него язва еще не прогрессирует, не появилась там. Далее, естественно, это все переноси на пирс. Парам-пам-пам-пам-пам. Возможно, на следующее утро мы с тобой еще соберем палок и сено. Я надеюсь, нас не застанут какие-нибудь членистоногие негодяи. Поэтому ты кушай, да, сразу и ложись спать. Ой, ты-то получается с утра у меня вначале съел восемь этих единиц сока. Иди отдохни. Так, и нам с тобой нужно что? Черт с ними, с палками. Давай сначала разберемся с сеном. Порядка шести кустов мы с тобой срубим сразу. Ох ты, минус одиннадцать. Ничего себе влажный сезон какой. Прохладный. Отлично. А теперь, смотри, ты отдохнул, проснулся. Я за тебя рад. Иди срубай вот эти вот кусты сразу же с утра. Ё-моё, ну... Агрессивные животные уже сейчас, уже здесь. Ты на них посмотри, а? Ладно, Паш, сейчас мы как раз протестируем кое-что. Подожди только сразу высади поле, пожалуйста. Да блин, ну высади ты. Ладно, переноси сено. Ну, хотя бы так. Да, хотя бы так. Далее нам нужно ли с тобой сейчас прям выходить-то во время или сразу после этого нападения? Ты знаешь, дружище, наверное, это придется сделать. Нам нужно будет догулять досюда. А мы можем делать металлолом? Каким-нибудь образом. Вот эта вот электропечь, она... А, нет, она требует только металлолом. К сожалению. Просто так изготовить металлолом мы, к сожалению, с тобой в данный момент не можем. Угу. То есть, после нападения нам нужно будет выйти и собрать второй... Собрать металл, чтобы сделать второй генератор. А также нам нужно будет собрать урожай зерна, чтобы сделать немножко топлива. Давай тогда себя немножечко обезопасим. А, вот так. Хорошо. Началось нападение. Управляй грибными факелами. Чуть-чуть пищи есть. А ты, надеюсь, не испугаешься, дружище? Смотри, что я хочу сделать сейчас. Я хочу поставить как минимум одну турель и впоследствии две. Соответственно, я надеюсь, что... Ну, давай пока вот так вот 72 сена сделаем, да? Потратим. Это на одну турель, по-моему. И вот так вот на вторую. Построй грунтовые полы, тебе должно хватить. Так же нам еще нужно переключатель же забацать с тобой. Ну че, Орда? У меня для вас сегодня будет сюрприз. Ой, подожди. Прямо вот сейчас тебе нужно поуправлять этими факелами? Серьезно? Ой, я перебил твой прием пищи случайно. Извини, пожалуйста. Я не хотел. Че-то как-то это непонятно. То убегаешь, то не убегаешь. Так, отлично. Фундаменты под турель готовы. У нас сейчас вечер. И в графе электричества мы с вами поставим переключатель питания. Хотел я сказать. А потом понял, что места, где бы он в теории хотя бы стоял, у нас нету. Потому что везде он до него не дотягивает. А, вот. И вот. Одна электроника и десять единиц металла. У нас как раз одна электроника имеется. Ну, че, Паш, давай вот да давай сюда, ставь его, че ты. Управляй на стенами факелами. Доедай предыдущее блюдо, я тебя перебил случайно. И, насколько я могу предполагать, мы с тобой сможем за эту серию поставить две турели. По крайней мере, мне так хотелось бы. А теперь давай разберемся с тобой с переключателями. А мы сейчас этого с тобой и сделать-то не сможем. Максимум это вот так только переместить вот эту вот лабуду. Иди перемести электропечь. Угу. Молодец. Возможно, мне скоро понадобится новая одежда. Да, я в курсе, к сожалению, я в курсе. Отдыхай до завтра. А с переключателями мы пока с тобой разобраться не сможем. Будем включать и выключать все вручную. топливо у нас осталось сколько на один день и семь часов. Так, в графе исследования мы сможем выбрать с тобой ну сборка силовых ячеек давайте откровенно говорить нам пока что не нужно. Зажигательные ловушки аналогично нам пока что не нужны, но вот бетонные комнаты нас бы сильно выручили. Прям очень сильно. поэтому мы их наверное во время вот этого нападения и исследуем. Так, Пафнутий просыпайся пока тараканы не разбежались. Переключай тут верстаки и печь тоже переключай. Далее смотри в графе обороны выбираешь автоматическая турель выбираешь лазер и устанавливаешь его раз два три. Вот так вот у нас может получиться в идеале либо раз два. да ну ставь пока ее хотя бы вот сюда я так думаю перенести мы ее если что сможем по-моему возможность есть такая. Ох ничего себе какая долгая стройка и вы знаете что меня интересует можем ли мы задать конкретную цель для турели это было бы весьма и весьма эффективно для нас если мы бы в первую очередь ликвидировали цели с дальним боем это бы нам очень и очень помогло так турель готова попробую включить дизельный генератор турель заработала можем ли мы назначать ей цель нет мы не можем назначать турели цель неужели нам придется брать количеством а потому что если турели слушайте тогда это это тоже фиаско причем еще какое сейчас объясню почему так тараканы уходят отлично вырубай пожалуйста дизельный генератор чем ты еще занимаешься решил посажать ну ты же не дойдешь ты же прекрасно это знаешь займись стройкой я пока ребятам объясню почему наличие только лишь лазерных турелей для нас с тобой пафнутий будет обозначать огромная фиаско ну не огромная конечно но тем не менее в общем суть в чем поскольку мы не можем с вами задавать приоритетную цель для атаки турелей оно будет атаковать такую цель которую ей вздумается соответственно в толпе тараканов которая сопровождается допустим средним скорпионом с дальним боем пока скорпион добивает вот до турели и может разрушать ее саму она будет атаковать таракана это не круто а че ты пошел блин 19 часов павлик забей ты че у нас с тобой палок нет идея не знаю посади один грибок ага он опять забаговался не можешь ты этого сделать ну может быть тогда поле бритва травы а ты вообще что ли сюда не можешь можешь собери вот тут вот веток 50 штучек молодец и того наличие одной лазерной турели может означать то что ее с легкостью разрушат почему ты только 40 собрал здесь чего всего 40 и было что ли ну да все верно по пути домой перенеси палки и иди отдыхай восстанавливай силы мы с тобой сходим за металлоломом нам нужен второй дизельный генератор в срочном порядке и зерно кстати нам с тобой нужно тоже в срочном порядке сделать топливо немножечко впрок хотя бы а то у нас всего 36 это на крафт одного дизельного генератора только да беда так вот по турелям нам с вами нужно еще установить такую автоматическую турель как ракетную установку она кстати меньше потребляет интересные дела а какой у нее радиус то есть она не будет бить по воде насколько она не будет бить по воде ну по крайней мере она будет доставать вот до этой прибрежной зоны да и эта турель эффективна к сожалению только вот на этом удалении от берега угу но нам нужно ее поставить для того чтобы она сплэшем била по площади и как можно больше урон наносила скоплению нечисти вот здесь вот а также кстати было бы неплохо по наличию топлива и металла выучить зажигательные ловушки их тоже здесь расставить чтобы все у кого есть дальний бой нахлобучивались тут по пути к нам что мы с тобой делаем пафнуть и дальше одна турелька у нас с тобой имеется а по раз два три четыре пять десять пятого утра полки у нас имеются 300 единиц зерна мы с тобой можем здесь разместить и сделать топливо но пока что частичная неудача хорош паша хорош иди собирай урожай сколько здесь урожай у нас имеется 179 ну как раз даже не 300 ну а все мы теряем урожай паша быстрее собирай сколько унесешь сколько успеешь да ты что угораешь что ли собирай все пока оно не перезрело еще 20 топлива есть ну где-то на одно нападение короче у нас уже топливо имеется в теории я не помню какая там цепочка крафта конкретная но должно хватить нам на масло из которого мы потом сделаем сколько-то топлива так хорошо теперь попробуй засадить все что ты собрал 18 часов за вечер ты в принципе успеешь а че ты вот эту грядку то не добил так грядки посадки мы восполнили зерна по крайней мере у нас грибы недовысажены ткани цвет недовысажен но это не критично и мы сильно голодны когда он сажает грядки вот так вот под такому странному маршруту мне кажется что у него навигатор в голове барахлит нужно выпустить парочку обновлений на него в принципе ну это было трудно конечно я еще до конца не разобрался хотел сделать небольшой мод для этой игры сначала поиграться с балансом вообще ничего у меня дельного не получилось поэтому пока что ждем обновления от разработчиков и если какой-то инструментарий расширенный они там предоставят нам можно будет пошалить сделать небольшой симс внутри стрендед ну или хотя бы какое-то разнообразие принести там декорчик какой-нибудь на стены и так далее может какие-нибудь картины наконец-то так просыпайся играй на барабанах восполняй посевы шлепоцвета и что нам с тобой нужно по ресурсам металлолом точно я забыл совсем нам нужен с тобой металлолом отлично грядки в порядке попробуй собрать ресурсы из обломков космического корабля так грибы в порядке да рожь в порядке ткани цвет в порядке сено в порядке а вот здесь вот сено у нас недосажено ну давайте попытаем удачи что нам принесет этот разбор отлично 29 единиц металлолома а это значит что у нас уже будет готов второй генератор соответственно мы можем заняться так подожди по пути заберешь посади пожалуйста бритва травы тут пару кустов не хватает скоро сгниет две порции чего-то там овощного рагу судя по всему это конечно плохо тем более он изначально его испорченным приготовил ну-ка переноси металлолом а может быть турели бьют сначала по большим целям по крупным потом по целям поменьше было бы интересно узнать сгоняй копошам собери урожай гептагонии прежде чем приниматься за крафт еще одного процессора чтобы была сырая пища вот эту кстати надо выкинуть чтобы была сырая пища уже которую не нужно готовить и займемся производством второй турели кстати надо бы для этого поплавить немножечко руды что-то я про это забыл будем ли мы использовать электричество для этого я думаю да а если мы его будем использовать то нужно обратить внимание на то что не хватает топлива поэтому давай наверное относи еду выбрасывай старую управляй настенными факелами молодец садись покушать чего а да ты весьма голоден потом потуши камин и давай-ка заранее вот так вот сделаем с тобой снесем часть полов запремся у себя в комнатушке будем крафтить в надежде на то что сегодня вернее на следующий игровой день а нет не получится ну в скором времени сделаем уже вторую турель даже если прилетят летуны мы хотя бы с помощью одной турели сможем себя ну чуть-чуть обезопасить если их там прилетит не знаю какое-то количество мы хоть их проредим слегка ай я толстолуп или нам хватит да восстановить но у нас тут еще камни чуть-чуть есть если что 120 сен я подумал маловато так пафнутий давай смотри включай вот эту штуку и пускай она плавит сколько у нас тут есть где руда лежит вот эту руда использовать пускай она 8 единиц плавит иди включай а после этого мы с тобой произведем 6 единиц масла чтобы у нас пища осталась а можно даже и 10 да 10 единиц ну или 8 черт с ним ни тебе ни мне сколько это действие опыта нам дает 25 маловато а вот и партия новых агрессивных животных нарисовалась еб да огромная шипохвостая насекомая которая насколько мне помнится до сих пор достреливает так а ну-ка попробуй переместить горн а затем попробуй нельзя да ну попробуй вот это переместить я просто не хочу чтобы турель пострадала если горн просто пострадает ничего страшного не будет но его тут некуда ставить из-за двери так слушай знаешь чё короче сноси нафиг этот швейный стол он пока что нам не нужен далее перемести вот так вот дизельный генератор и турель вот сюда все-таки да надо перенести а тут и для гор на место хватит посмотри а нет турель мешает а вот так вот хватит места классно даже горн спасаем и иди спать да так тараканы наступают переключай паяльные верстаки быстрее вставай просыпайся электропечь тоже вырубай богомол это чёрт с ним так и включай дизельный генератор не понял дизельный генератор заработал почему недостаточно энергии подождите но цепи же нет здесь нигде статус выключено а почему выключено то наверное из-за включенного паяльного верстака да и по кому она начала лупить слушай может быть по нему сначала а чё ты хочешь сделать с во паша приятного аппетита да смотри вот же он супер просто ну чё за фиаско едить колотить попробуй её отремонтировать вот она по нему начинает лупить уже замечательно но ей тоже наносят урон причём большой почему тобой нельзя управлять турель чё ты делаешь ты ешь серьёзно пафнуть ей иди поиграй на барабанах я не знаю чтобы её отремонтировать нам опять сплавы металла понадобится так минус один да ты угораешь что ли вот по ним лупи солнечные вспышки отключения шикарно иди заправляй короче подождите а почему он досюда достреливает я чё-то не пойму иди горном управляй прекрасно блин разрушенные строения первая турель тоже разрушена требует 50 сплавов металлов на починку отлично а ну у нас работает чё паяльный верстак не надо его переключать иди отключай дизельный генератор отключил да и производи растительное масло делай топливо пока тут нападение идёт так масло готово частично я правда ошибся с рецептом там не 10 зерна а-10 масла а-10 жидкого топлива а 20 зерна это 10 единиц масла а соответственно 10 единиц жидкого топлива и вот этот вот негодяй да не чини ты турель он её всё равно сейчас разломает ты сначала заправил бы кстати горн да что-то он скоро всё пол чинить тоже не надо поуправляй настенными факелами покушай наведи дома порядок чёрт с ним сюда вот дерево сложим и продолжай делать топливо да этот ненасытный негодяй всё никак уходить не собирается то что турельки кого забрали он пожирает их ну-ка здесь собирать урожай мы пока не будем сколько топлива у нас уже 56 то есть в теории блин а где вот это всё доброта размещать тогда и 122 сена а нам не хватает сена одной единички сена нам не хватает чтобы выбраться наружу баланс сена сейчас нам придётся восстанавливать скорее всего мы снесём вот этот вот фундамент нам придётся это сделать так проснулся покушал посидел давай строй грунтовые полы предварительно снеси вот этот вот отлично теперь нам всего хватает и у нас тут что-то дымится что-то сломалось а что нам нужно для ремонта да нет прочность 100 из 100 а чё он тогда искрит непонятно а ты не хочешь кстати вырубить а он выключен всё правильно слушай чуть-чуть топлива у нас есть включай электропечь включай дизель заноси сюда руду и до строй полы а солнечные вспышки два отключения устройства со встроенными процессорными ядрами не работают и вот два отключения научный стол ну и турель судя по всему понятно теперь теперь ясно ясность есть так час ночи день 45 50 сплавов металла у нас имеется 56 топлива имеется в теории одна турелька работать будет мы её сейчас починим но теперь нам на вторую не хватает что безусловно борщ вот так сплавы металлы в электропечи готовы запихивай сюда ещё одну партию и горн тоже готов заканчивай управление электропечью и управляй горном всё теперь насколько я понял руды у нас нету отлично руды нету горн заправил а теперь выключай электропечь и выключай дизельный генератор соответственно сразу ой а чё его нельзя заправить пока он работает ну на два часа тут топливо понятно достраивай дальше полы неважно есть ли у нас еда сейчас что-нибудь из этого съедим а ты вот можешь пойти и срубить не можешь тогда грунтовый пол дострой выходи за едой сейчас не пойдём в первую очередь сена сена мало металла мало поэтому собирай урожай бритва травы да как не удается достичь ты угораешь что ли ай давай деревянный строй вообще пофигу какой любой примерно до сих пор относи иди сажай далее иди собирай вот этот урожай 4 плюс 4 80 сена а подождите нет не 80 160 у нас сейчас будет теперь хватай сена столько сколько сможешь унести 80 плюс 80 и того 160 а эти 80 чем тебя не устраивают 3 3 часа ночи блин да ты еще и голодный у меня ладно с утра соберем съешь сладкий сироп и часов до 10 11 покемарь немножко так уже 10 пафнутий просыпайся самое время поиграть на барабанах далее 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 что мы сделаем далее сена нужно забрать а давай посмотрим починить лазерная турель сколько она вообще блин а че так долго то типа сложное техническое устройство поэтому долго строит долго чинит ну допустим далее знаешь че попробуй у нас нету с тобой этого как же как же как же металла точно руды у нас с тобой не хватает здесь кстати недоплавлено 10 руды или мне кажется и здесь что-то как-то процесс вроде начат но не закончен топливо на 2 часа ну включи и заправь написано попутно то есть ты сейчас прям заправишь да ага вот как это у тебя работает выключай теперь дуй за сеном вот за этим че у нас тут по грядкам да в принципе ничего такого да парочки не хватает этой как их ткани не хватает да точно перекусить в 18 часов да давай да слушай и наверное совершим с тобой на следующий день вылазку за металлом поэтому доедай и ложись спать только что-то внутри не холодно нет нормально ложись спать так что это у меня в 5 часов проснулся то ну поиграй на барабанах и потом иди за металлом предварительно только покушай растительное масло употреблять в пищу не стоит съешь сладкий сироп которого осталось последние 10 штучек дам по идее небольшая просадочка имеется ну что ж ладно ладно пускай так а далее что пойдем посмотрим где ты сможешь достать металла нам нужно 30 только для того чтобы нам хватило на турель у нас есть 24 итого 54 будет это на одну турельку и что-то я не знаю вот ракетную или лазерную да посмотрим может быть все-таки лазерную будем посмотреть как говорится да а в идеале вообще и то и другое три поставить ладно с этим подумаем много металла надо однако много и на ловушке еще и зерна бы еще слишком много всего надо нам с тобой давай-ка знаешь как пафнуть и сделаем мы с тобой сейчас постараемся до следующего нападения подформить железо в виде руды для начала 25 силикона стоит каждое процессорное ядро соответственно у нас на два ядра силикона хватает да погнали за рудой погнали за рудой где она у нас тут вот руда иди добывай вот сюда также можно сходить в месторождение руды и того будет 60 а сколько ты можешь переносить интересно солнечное затмение без влияния блин задолбало это затмение если честно если оно турели отрубит мы откинемся сразу в моменте просто че ты там колупаешь ага давай колупай а кремний видимо попутно выпадает из этих месторождений мы его унести не сможем переносить пока не надо время 14 обед нормально если здесь 40 а подождите здесь 60 ну сколько ты сможешь унести если что два раза сходим а как мы два раза сходим следующее нападение это когда я начинаю путаться нужно сделать извините перерыв а с каждого с камня сколько ты 20 добываешь да руды так это не хочешь добывать да подожди тут же где-то у тебя предыдущая ты не через нее пройдешь 80 и 60 ну-ка перенести руда 140 отлично так здесь остался силикон подождите 140 это в теории 160 сплавов металла правильно понял это сложные расчеты пошли бетонные стены бы не помешало но че бетонные стены то без турелей стоят ничего здесь скопление руды а там налево направо сходим потом да да что-то уже лег спать канун нового года да ладно ну ладно конечно празднуй конечно безусловно и скажи мне сколько руды стоит переплавить 10 руды 10 металла здесь такой же рецепт да такой же 10 руды 10 металла вышел погулять гуляй ты знаешь пафнутий что я тебе скажу изготовь-ка ты жидкого топлива сколько у нас тут еще на 30 топлива получается да масло имеется че зачем управляешь настенными факелами брось каку иди делай горном управляет собирает урожай не надо делай топливо так далее 20 часов а что у тебя по характеристикам разжигай камин готовь овощной суп из грибов пища осталась на 2 дня да надо выходить собрать пищу перед нападением надеюсь не ночью она будет частичная неудача да ты угораешь что ли как можно приготовить заранее тухлую пищу блин канун нового года начался ну празднуй че празднуй хотя я бы тебя спать отправил с удовольствием так ну что четвертый год ребятки пошел четвертый год первый день четвертого года первая турель готова хотя она оказалась в одиночестве в единственном экземпляре частично эффективная ты куда из кадра ты пошел вернись обратно блин паша етить колотить вот все правильно нужно больше турелей больше турелей однозначно до 4 часов ты праздновал нифига себе больше турелей нам нужно с вами ставить для этого плавить руду изготавливать эти процессоры и расширяться потихоньку что будет конечно безусловно большим для нас риском а мы можем кстати генератор да можем большой конечно будет риск но что поделать что поделать будем посмотреть как говорится ладно ребятушки большое спасибо за просмотр нужно подумать задать дальше вектор развития по фнутию по возможности себя обезопасить если следующее нападение прилетят летуны я думаю частично хотя бы мы уже отпор дадим наверное одна турель хотя бы чуть-чуть нас доспасет теории вот ну и увидимся в следующих сериях с вами был Павел всем вкусного чая и добра